Это не записки натуралистов, даже не экспедиционные дневники, а всего лишь кадры небольшой экскурсии участников 12-го международного кубка Банка Зенит, который проходил в Краснодарском крае на берегу Черного моря. Кстати, вот оно, Черное море слева от меня, справа Кавказские горы. То есть теперь каждый из вас имеет представление о таких незабываемых декорациях, проходили эти соревнования, о которых сейчас и пойдет речь. Но все же для начала немного задержимся в живописном Большом Утрише, что буквально в десятки километров от Анапы. Именно здесь, например, получил, пожалуй, пока самые необычные в своей жизни поздравления с днем рождения Вячеслав Степанов. Вячеслава Степанова, Калининград, поздравляем! Экскурсия для него, как и для остальной делегации, стала эдаким глотком свежего воздуха в череде напряженных соревновательных дней. Вот это спорт и есть. То есть выйти на поле, сразиться с соперником, потом отдохнуть, съездить куда-то, посмотреть что-то, расширить свой кругозор, пообщаться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре десятка команд, три возрастные подгруппы, 650 детей и пять игровых дней. Такова арифметика крупнейшего детско-илушеского Кубка Банка Зенит по регби, к слову, уже 12-го по счету. Легион, город Ужец! Мы! Антарес, город, набережный Чулы! Мы! В Анапе этот турнир с широчайшей географией участников гостит уже три года, постоянно прогрессируя и прорастая новыми именами и участниками. По замыслу организаторов, со временем он должен стать самым мощным в стране и по уровню участвующих команд в том числе. Вот это вот, к чему мы стремимся, чтобы здесь были самые сильные команды. Ну, допустим, пусть и будет 20, не 40, а 20. Но это будет вот на уровне 20 команд. Нам не придется их делить на лиги. Но до этого они продлили отбор, как сейчас происходит в Сибири. Казалось бы, юг огромной страны, теплый бархатный сезон. Но не тут-то было. На долю юных рыбистов в прямом смысле выпал промозглый субтропический шторм, проверивший маленьких мужичков на стойкость и закалку, которые у рыбистов, говорят, даже с самого раннего возраста хоть отбавляй. Мы получили весь калейдоскоп, который может быть в это время, начиная от солнца, тепла и заканчивая проливным дождем, который просто-таки накрыл финал нашего турнира. Ребята играли под дождем. Практически Кубок Мира у нас получился. Не обошлось и без дебютов. Впервые сыграли в старшей возрастной подгруппе представители республики Марий Эл. Парни из Ёшкар-Алы тренируются чуть больше года, а триумфы команды Лицея Бауманский в Рэбби-15 пока речи не идет. Но все же само решение заняться не самым популярным в своем городе видом спорта для каждого из этих парней уже поступок. Команде гордо конус, на хорошую игру в физкульт. Ура, ура, ура! А кто мне у нас в группе? Многие удивляются об этом виде спорта, в Ишкар-Алы, потому что он не распространен в нашем городе. А команд у нас мало, 18 школа, вроде бы, и все, больше нет. Еще в первой гимназии Милельевской, маленький, в 2002-2003 год начинается играть в Рэбби. С точки зрения судейства, главный турнир национального Благотворительного фонда развития детского рэбби также заслуживает отдельного упоминания. Если Денис Жлудков специалистам и болельщикам весьма знаком, все ж таки 7 лет работы рефери и многие годы игр на профессиональном уровне, то тот же не менее известный Марат Минисламов в Анапе судей выступил впервые. Тренер национальной женской рэббиной сборной на Черном море вообще оказался на отдыхе, но отказывался от предложения. Поработать с детьми не стал и не прогадал. Мне стало очень приятно, с какой самой отдачей они выходят на поле, как яростно они борются, когда игра уже, знаете, идет решающая, то есть за медали, за какие-то подарки, кубки. То есть они это все делают бескорыстно, по-честному, по-доброму. То есть приятно смотреть. Всегда существует основное требование не останавливать игру до тех пор, пока это можно сделать. То есть если у судей возникает сомнение относительно того, были нарушения правил или нет, то судья должен дать возможность продолжить игру. Но это никоим образом не касается грубой или жесткой игры. Несмотря на то, что рэбби плотно ассоциируется с мужской игрой, есть здесь место и женщине. Причем даже не на поле, а на бровке. Там, в самом пекле тренерских переживаний. Линия, линию, шли! Девки, линию, шли! Знакомьтесь, Ольга Назарова, мастер спорта, переехавшая развивать любимый вид в северную столицу, причем довольно успешно. В нынешнем розыгрыше ее дети уже доросли до игр с сильными сибирскими и подмосковными сборными. Сама же Назарова остается верна своим принципам работы, где грань между наставником и второй матерью весьма условна. Многие мужчины говорят, может быть и хорошо, что женщина на этом маленьком этапе воспитывает детей, потому что они считают, как вторую мамку. Ну, то есть, как правильно сказал, сопли потереть, да, утешить, поплакаться где-то. Я считаю, что это очень здорово и очень классно будет тренером. В младшей возрастной подгруппе перенствовали краснодарские регбисты, дважды преградившие путь к наградам высшей пробы сборной Калининградской области. Но если подопечные Леонидов Амайди как ни старались до предистала, не дотянули... ...вытащим вперед, ни шагу назад, ни церковь тебя касается, постоянно назад бегать. ...то среди 12-летних несгибаемую волю к победе оказали их старшие товарищи драматичный матч за третье место, 0-0 в основное время и долгожданная золотая попытка в исполнении вездесущего Толика Диппеля, проявившего все свои лучшие качества во встрече с превосходящими в конфлекции ижевцами. Ну, было очень сложно, но мы все равно заносили попытки, делали все возможное и не сдавались. О важности турнира для его участников вам расскажут их слезы... Улыбки и довольные лица с медалями наперевес. Но хотелось бы отметить и запоминающихся зрителей. Начнем с Ирины Хановой, узнавшей об этом виде спорта буквально накануне. От одной из сборных, которые, как и многие отдыхающие, добирались до Анапы на поезде. Ребята с таким азартом звали ее посмотреть на игры, что женщина не удержалась. Пришла на стадион, нашла этих замечательных ребятишек, здесь их много. Вот, ну, игра очень интересная, я, правда, ничего в этом не понимаю. Вот, ну, объяснили, курс дела ввели. Но еще большее впечатление, особенно финальной серии игр, произвели юные игроки на Мюруя Джеймса. Настоящего новозеландца и, как подобает, рэгбиста в прошлом, а ныне преподавателя из Москвы. Здесь пилигрим из страны Маори оказался не случайно, а по приглашению друга из все того же Нижнего Новгорода. Когда я пришел на эти соревнования, я был очень удивлен готовности ребят. Они быстрые, мощные, думающие. Не затерялись бы, пожалуй, и в Новой Зеландии. Что же касается долгожданных результатов, то в подгруппах следующий итог. У старших камня на камне от противников не оставили липчане. В средней лиге А ожидаемо победил красноярский Енисей СТМ. Вторыми довольно уверенно закрепились соколы из Долгопрудного, не сумевшие противопоставить сибирской мощи достаточного количества контураргументов под названием попытка. Отметим неожиданное пятое место красного яра, в свою очередь первенствовавшего у самых матчах. В лиге Б напомним, что среди рожденных в 2001-м, что в 2002-м не было равных краснодарскому краю. Все участники были удостоены памятных маек, красивых медалей и индивидуальных призов. В номинации «Лучший игрок». А также красочных рюкзачков для сменки. В общем, каждому хватило этого добра на память. Молодцы! Это бронза. Бронза. И разве только ради медалей и призов играют эти ребята? В дождь или солнце ли? В Анапе, в Москве или Тюмени, Сомском? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА